Ребят, всем привет и доброго времени суток. Сегодня у нас здесь небольшая подборка катушек из примерно одного же и того же ценового диапазона. Но при этом сегодня мы делаем обзор только лишь одной из них. Именно это Shimano Nexave. Модификации 2021 года. Известный также как New и известный также как FI. Что это за катушка, кому она подойдет, какие у нее есть преимущества, недостатки в отношении своих одноклассников, обо всем этом поговорим в данном видео. Итак, поехали. У меня катушка в размере 2500 и модификация S shallow, то есть это мелкая шпуля. Давайте посмотрим все же на саму коробку, на ее основные характеристики. Передаточное отношение, число у этой катушки 5 к 1, нагрузка на фрикцион 4 кг, весит данная катушка, что у вас нужна 265 грамм, подшипников 3 плюс 1 и за один оборот рукояти катушки. Катушка выматывает 73 сантиметра шнура либо лески, в зависимости от того, что вы сюда поставите. Но, конечно же, в первую очередь речь идет о плетеном шнуре. Давайте посмотрим на саму катушку более подробно. Пластиковый корпус. Дизайн, внешний дизайн имею в виду этой катушки. Но прям очень и очень хорошая. Она такая черная и с серебристыми и синими, так сказать, вставками. Именно по внешности она выглядит очень хорошо. И, так сказать, даевы сделали прорыв, когда у них вышла серия LT. А Shimano, вот сейчас, в этих самых, начиная с 2020 года, они делают, по крайней мере, внешние катушки очень и очень красивые. Шпуля, конечно же, здесь алюминиевая. При этом сохранился тот самый скос, несмотря на цену, относительно невысокую для Shimano этой катушки, сохранился тот самый скос на переднем бортике, при помощи которого достигается хороший вылет шнура с этой самой шпуле. Лесоукладыватель обычного типа. То есть, вот такой вот Г-образный. Здесь нет плавного перехода, но, в принципе, на самом деле не так уж он, на мой взгляд, и нужен. Рукоятка металлическая. Здесь особенность этой катушки то, что здесь стоит очень дорогой кноп. Кноп, который разборный, который можно дополнительно модифицировать, в том случае, если это вам необходимо. И такие кнопы стоят на катушках уже более высокого ценового диапазона. Рукоятка металлическая, что на самом деле хорошо, потому что, допустим, если взять ту же самую Ecosimo V, здесь рукоятка старого образца, у которой есть клавиша, рукоятка пластиковая. Здесь металл, конечно же, прижимается. Механизм здесь обычный, прижимной винт, она не вкручивается в главную пару. Особенность данной катушки, ну и, в принципе, Shimano, той же самой Sedona, которая у меня была и так далее, это то, что здесь нет стопора обратного хода. То есть, вращать рукоять обратно вы не сможете. Только вперед, ну и работаем с фрикционом. Что касается фрикциона, кстати. Фрикцион здесь очень плавный, тонкий. Настроить его можно как угодно. И вот субъективно, помимо того, что к нему никаких претензий нет, особенно в этом ценовом диапазоне, это то, что он громкий. Кому-то это нравится, кому-то это не нравится. Мне нравится, когда на вываживании фрикцион начинает петь. Поэтому вот просто вот этот вот момент, он уже добавляет лично для меня не то, что плюсов, а просто наслаждение в использовании этой катушки. В ролике стоит обычная втулка. На ведущей шестерне стоит два шариковых подшипника. На ведомой еще один. То есть, до системы X-Ship сюда не докинули, так сказать. Еще один подшипник. Но катушки Shimano, так уж повелось и в народе, в том числе, то, что можно тем, кому это нравится, взять катушку, потом добросать сюда еще подшипников. Это сейчас сделать не так уж и сложно. То есть, подшипники все есть в наличии и так далее. И, грубо говоря, прокачать катушку. Но в то же время, мне эта катушка нравится из коробки. И я все же сторонник того, чтобы использовать катушки в том виде, в котором они вышли с завода. Катушка имеет плавный, мягкий, бархатный, шимановский ход. И, честно говоря, он мне нравится среди современных катушек, наверное, больше всего среди безинерционных. Дайва. У нее ход старт, легче. Но не то. Она идет как-то слишком легко. Она идет в развалочку. Я не знаю, как это объяснить. В общем, дайвы, с одной стороны, у меня их несколько. С другой стороны, Shimano. Если бы не их основная особенность, не их основной минус, я бы ловил на Shimano. Здесь ход более приятный. Бархатный, как это называется. Укладка шнура замечательная. Также, либо на ту камеру. Ну-ка, будет видно, либо нет. Надеюсь, что будет видно. Если что, сделаю вставку. К укладке шнура никаких также претензий нет. Но у этой катушки есть один минус. Который, в принципе, ставит вопрос о том, стоит ли купить ее, либо что-то другое. А этот минус, это вес. В размере 2500 катушка весит 265 грамм. В то время, как ЛТшная Лагуна в этом же размере 2500 весит 253. Ниндзя весит 240, но Ниндзя, она более выше уже классом. Тут все же по цене, по крайней мере, мы сравниваем с Лагуной. И немного ниже это Экусима. Старенькая катушка, которая, в принципе, концептуальна, в том числе, старая. И Экусима у нас, в свою очередь, весит 262 грамма. То есть, здесь 265, здесь 262. Экусима, правда, 2000. Но эта 2000 по размеру как раз соответствует. Потому что тут еще старые размеры применялись, когда все это, ну, водились обозначения катушек. Сейчас Экусима есть в модификации ProLT. Там уже, конечно, и вес другой. Но там и цена другая. И поэтому, если сравнивать более-менее с одноклассниками, то, в принципе, вот эта вот катушка будет где-то на 10-15 грамм тяжелее, чем, в принципе, альтернативы. Но, опять же, смотри, какие альтернативы. Если вам вот эта вот особенность не сильно важна, то есть, вы ловите на джиг. Для джига, на мой взгляд, просто замечательная катушка. Потому что к Вичингам тоже, там нужны такие мощные катушки. Там шиманы тоже популярны. Но работать удилищем, конечно же, лишнее даже 15 грамм, это уже нюанс. Возможно, не так удобно. Но для джига, для тяжелого железа, относительно тяжелого, для колебалок, для вращалок, эта катушка имеет место быть. И вот единственный такой минус, над которым нужно подумать, это вес. Если не существенно, то приобретайте. Сама катушечка, кнопка, фрикцион, ход, укладка, ручка, внешний дизайн. Это все очень и очень на высоком уровне, и на хорошем, достойном. В целом, хочу сказать, что очень и очень неплохо, что такие киты, как Даева, как Шимана, снизошли до относительно бюджетного, потому что это такой уже продвинуто любительский, все же уровень не для новичков. И стали там делать катушки. Причем катушки интересные. Что касается вот этой вот лагуны, то видел, конечно же, отзывы по поводу того, что у нее там не фиксируется лесоукладыватель, но в то же время, ну, такой проблемы пока с моей катушкой нет. И, как правило, статистика показывает, что те, у кого все хорошо, те отзывы не пишут, у кого все плохо, их может быть два человека, но эти отзывы видят все. И, конечно же, Седона, более чуть высокая класса. Конечно же, Нексейв не смог удержаться и от приобретения этой катушки, гоняя ее преимущественно в джиге. Ну, а это, конечно же, можно, да, взять Викусиму, которая по-прежнему рабочая лошадка, но очень много альтернатив, начиная от каких-то более бюджетных компаний и продолжаю теми же самыми вот этими китами с их уже относительно бюджетными версиями катушек. Ребят, если у вас такая катушка, напишите об этом в комментариях, как она вам. Ну, и если это видео было для вас полезным и интересным, то поставьте лайк, подпишитесь на канал. Всем счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok